Говоря о личных историях успеха, в жизни их было несколько. Вспомню, может быть, одно из самых запоминающихся для меня. Это было началом моей карьеры, когда я начала работать и в Москве. Это был как раз выбор в сторону ресторанного гостеприимства. Я очень хотела быть директором ресторана. Я себе ставила цель, что я буду через пять лет директором ресторана обязательно. Так получилось, что сначала я начинала с должности хостес, потом я думала, что если я буду директором ресторана, то мне надо обязательно понять, как работают официанты. А потом я стремилась в администраторы. И вот так потихонечку у меня был простроен путь. Так вот, где-то примерно шесть месяцев я проработав на таких линейных должностях, я узнала, что объявляется конкурс на администратора. Конкурс по сети был. И я была таким достаточно начинающим сотрудником, но тем не менее амбициозным очень. И я тоже в этот конкурс подала свою вакансию. Генеральный директор, как сейчас я помню, он подошел и сказал, Наталья, ну ты что, ты же только начинаешь, тебе пока не стоит. Ты вот еще поработай, наберись опыта. И потом, когда-нибудь мы еще раз вернемся к этому вопросу. И тогда моему разочарованию не было предела. Я так несколько дней с этим ответом походила, пожила и решила, что ну а когда еще чего ждать-то? Вот в общем-то уверенность в себе уже я чувствую. И пошла еще раз на собеседование к нему. Он говорит, ну я же тебе ответил, нет, тебе пока рано, ты еще пока не созрела быть администратором, не готова, потерпи, подожди, пусть еще время пройдет. И опять такой отказ. Потом я также была не согласна. То есть где-то примерно три недели я ходила пять раз. Пять раз и это было сначала только с генеральным директором, потом это была беседа с собственником. И уже наверное такой точкой кипения стала, когда вот однажды я просто набиралась духом и стояла перед кабинетом генерального директора, чтобы к нему очередной раз зайти. Ну еще не успела зайти, он выходит и говорит, Наталья, а что ты здесь делаешь? Я говорю, ну вот я собираюсь к вам с духом зайти еще раз поговорить о моей кандидатуре. И тогда он уже как-то рассмеялся и пригласил собственника. Такое было совместное собеседование, в ходе которого они меня очень пугали ответственностью. Но сказали, ладно, попробуем. Если вдруг не получится, тогда там переиграем какие-то другие вакансии, посмотрим. Но все получилось. И год я проработав администратором, через год я стала директором ресторана. Это была крупная сеть, в которой, к счастью, разные предприятия так или иначе имели какие-то вакансии. И я очень быстро, получается, что не через пять лет, а меньше двух лет я стала управляющей рестораном в Москве. Одна из, наверное, последних историй, которые мне очень приятно рассказать. Сейчас я состою в Ассоциации российских фасилитаторов. Это такое достаточно, можно сказать, малочисленное сообщество. По всей России это около 30 человек. И до того, как я попала в это общество, я прошла путь конкурса и стала победителем конкурса на уровне России, лучший фасилитатор России по итогам 2016 года. Я представила на конкурс свой проект. Это тоже такой путь. Всегда кажется, конкурс это просто, но путь там достаточно такой серьезный и профессиональный рост очень большой в этом пути. Расскажу о проекте. Проект был длительный, он длился полгода. И я фасилитировала такие рабочие группы, рабочие встречи трех партнеров. Собрались в одном городе три партнера, которые решили придумать такую общую акцию для клиентов. Клиенты должны были поучаствовать, что-то приобрести у этих трех партнеров. И тогда они получали хорошую скидку на услуги. И потом участвовали в розыгрыше и получали путешествия. Вообще это была такая идея для молодоженов, что нужно было купить ювелирные украшения, заказать банкеты, заказать цветочное оформление у трех разных партнеров. И тогда участники могли выигрывать свадебное путешествие, которое спонсировали эти партнеры. Так вот, в чем была идея? Акция-то хорошая. Вот они собрались и договориться не могли. Очень много было споров и противоречий, разногласий в том. Один предлагал один, даже слоган не могли придумать или название акции. Никак не получалось, потому что много было противоречий. И обратились ко мне для того, чтобы я помогла им договориться. Вообще фасилитация это тот процесс, в котором группы или разные люди могут договориться. И это такой режиссер совещаний. Фасилитатор это режиссер совещаний. И вот у нас, значит, первая рабочая группа прошла очень успешно. И потом мы каждый месяц собирались, сверялись с какими-то уже моментами уже по ходу дела. Вот главная была первая встреча, в которой они договорились и противоречия были устранены. Хотя там накал был очень такой, до последнего эмоциональный накал держался. И одна из участников до последнего саботировала и противостояла идеям двух других партнеров. Вот мне пришлось применить такой очень гибкий инструмент, чтобы всех участников привести к общему мнению. И акция прошла очень успешно. Каждый из партнеров был доволен финансовым результатом этой акции. Были действительно выбранные счастливчики, молодая пара молодоженов, которые поехали в Таиланд за счет трех партнеров. И каждый месяц мы проводили рабочие группы совещаний, когда двигались к результату вот тщательно-тщательно. И вот этот проект, он был выбран лучшим проектором вот из тех, кто был заявлен в тот год на конкурс.